Доброе утро, уважаемые трейдеры! Приветствую вас в начале очередной торговой недели. Снова возвращаемся на финансовые рынки и продолжаем разбирать фундаментальные события, влияющие на динамику финансовых активов. Друзья, не забывайте, поскольку сегодня у нас понедельник, значит в этот день пройдет вебинар, правильный понедельник в 16.30 по московскому времени. Мы будем разбирать основные события недели минувшей, обратим внимание на то важное, что впереди в ближайшие предстоящие 5 дней. Я также поставлю среднесрочные цели, которых можно будет придерживаться. С большим удовольствием вас всех приглашаю. Не забывайте, что он состоится уже сегодня. Ну а теперь давайте перейдем к тому, что у нас на рынке складывается на текущий момент. Нефтянка у нас 66.31. К сожалению, друзья, так приходится констатировать. Динамика не совсем та, на которую мы настраивались. Котировки нефти вместо того, чтобы обвалиться. Напротив, продолжают расти. И все это отголоски и следствие прошедшей встречи лидеров США и Китая, которые посвящены торговым разногласиям. В частности, возможно, вы уже знакомы с какой-то информацией. Ее уже на рынке, в принципе, очень много, потому что встреча состоялась еще в субботу. Но, честно говоря, назовем вещи своими именами. Действительно, встреча прошла вроде бы как без негатива. Страны договорились вернуться к переговорам, возобновить их с того места, где они были ранее приостановлены. И США, с одной стороны, пообещали не вводить новые импортные тарифы на китайские товары. Общей стоимостью чуть больше 300 миллиардов долларов. В ответ на это Китай увеличит закупки сельскохозпродукции из США. Других договоренностей нет. Мы прекрасно понимаем, что очень быстро, так же, как на рынке появился позитив, он может сойти на нет. Но это, опять же, гипотетические рассуждения, предположения, что может быть дальше. Дальше мы, в принципе, поговорим, когда будет актуальный новостной фон, либо причины констатировать, например, что разногласия между странами по-прежнему довольно очевидны. И не пахнет вот этим торговым соглашением, двухсторонним, которому, надеюсь, стремятся обе страны. Я допускаю, что в случае очередного обострения у Трампа, связанного с идеей протекционизма, ситуация может очень быстро измениться. И, например, в один прекрасный день мы увидим в твитках, что все-таки эти импортные пошлины подняты на оставчивую часть китайского импорта. Но не сейчас, друзья. Пока что рынок на позитиве. Это отражается в динамике, в частности, которую мы наблюдаем в данный момент. У нас еще очень важное событие. Это встреча ОПЕК+. Если, друзья, в ходе вот этой двухдневной встречи участников аналитического пакта будет принято решение продлить его до конца 2019 года, а может быть даже есть идея, что его могут пролонгировать и на 2020 год, это соглашение, напоминаю, по снижению объема нефтедобычи, то тогда нужно будет все-таки пересмотреть свое отношение к нефтянке и, возможно, встать в покупки, отработать какую-то идею там и впоследствии уже через определенное время вернуться к нашим коротким позициям. Но я буду держать вас в курсе, друзья, очень важные дни. Сегодня и завтра мы, разумеется, на брифинге будем возвращаться к этим темам. Я буду давать апдейт и держать вас в курсе, что сейчас по тотальному фундаменту, влияющему на котировки. В целом, как я уже отметил, было два негативных момента. Это встреча Трампа и Си Цзиньпиня и встреча ОПЕК и решение по соглашению. В первом случае вместо негатива мы получили позитив, и сейчас это транслируется в восходящей динамике нефти. Доллар иена 108.23. Напоминаю, друзья, то, что позиционно-долгосрочная позиция у нас должна быть прежней. Это продажи американца, потому что в данном случае мы ждем июльское заседание, которое рассматривается изначально как то самое, когда ФРС пойдет на снижение процентной ставки. Пока что инициативу перехватили покупатели. Я еще в пятницу отмечал, что у этого есть логическое фундаментальное объяснение. Во-первых, комментарии Булларда о том, что не нужно мудрить с агрессивным подходом к осмягчению экономической политики. Есть также непонятный комментарий Джерома Паула, который снова обратил наше внимание на независимость регулятора, но тем самым, мне кажется, наломал дробь, потому что рынок воспринял эти слова следующим образом, что если Джером Паула делает акцент на независимость института, то как бы назло Трампу он может сейчас не прислушаться к призывам американского президента, не снизить процентную ставку. Но все-таки что-то подсказывает мне, друзья, что Джером Паула будет руководствоваться экономической конъюнтурой, которая оставляет желать лучшего. И на этой неделе у нас куча статистики. Кстати, сегодня, друзья, 17.00 PMI в производственном секторе, АСМ в производственном секторе и АСМ разгона инфляции. Важные данные, еще более крутая статистика у нас в пятницу, поскольку первой неделе нового месяца мы говорим с вами о Non-Farm Perils, уровне безработицы, динамики создания новых рабочих мест и роста заработных плат. Уверен, что в пятницу, когда мы переварим всю эту статистику, то есть в следующий понедельник мы с вами уже будем точно говорить о том, будет ли ФРС снижать процентную ставку. Я пока что рекомендую вам не открывать новые позиции. Я надеюсь, что вы сделали это раньше, когда пара была выше. Мы очень своевременно оценили перспективы действий монетарных федрезервов и поставили на снижение. Сейчас нужно просто удерживать эти короткие позиции, потому что позиционно это выигрышная сделка. Евро против доллара 1.1348. Снижаемся. Цели, я думаю, вам давно ясны и понятны. Где-то там отложились. Они это как минимум 1.10-1.11. Пока что все нормально в плане негатива фундаментального, политических рисков итальянских и настроя Европейского Центрального Банка по смягчению экономической политики. Сегодня в 10.55 важные отчеты. Это активность производственного сектора Германии, которую мы транслируем на всю еврозону. Думаю, что нужно как минимум закладываться по то, что статистика снова разочарует. И это будет еще один сигнал, почему нам нужно все-таки не забывать про то, что евро не отработал тот потенциал снижения, который мог бы отработать с учетом допущения со стороны дороги о том, что ставки будут дальше снижаться и, возможно, не за горами снова возвращение операции долгосрочного рефинансирования и программы количественного смягчения. Фонд против доллара 1.2697. В пятницу вышли данные по темпам экономического роста 1.8, когда он в выражении 0.5% в квартальном. Слабые, я уверен, данные. Если вам интересно, построите в экономических календарях, посмотрите, точнее, статистику, вы поймете, что тенденция нисходящая. На этой неделе у нас снова данные по производственному сектору, строительству и сфере услуг. Как и всегда, будем следить за сферой услуг. Там снова разочарование. Уверен, даже по прогнозам сейчас мы закладываемся под слабый отчет, который, скорее всего, будет использован впоследствии Карни, чтобы оправдать важность такого же смягчения экономической политики, которая не за горами со стороны ЕЦБ и Федрезерва. Поэтому цель по фунту прежняя 1.25. Доллар канадец 1.31. Мы держимся на этом уровне, друзья. В пятницу вышли данные по темпам экономического роста. Они лучше оказались, чем прогноз, но хуже, чем в прошлый, точнее, позапрошлый месяц. На 0,5%, на 0,5%. В пятницу данные по рынку труда Канады. Ожидания очень слабые. С 5,4% уровень безработицы может вырасти до 5,6%. Это тут же поставит сразу под сомнение планы Банка Канады все-таки разогнать инфляцию через снижение уровня безработицы и задействование по максимуму свободных трудовых ресурсов, резервов. Мы об этом поговорим чуть позже, друзья. Но не нужно сейчас переоценивать шансы канадца на дальнейшее укрепление. Я думаю, что в эту пятницу мы также, друзья, разберемся в том, будет ли канадский регулятор что-либо менять в плане монетарной политики и будет ли снижать процентную ставку. Думаю, что ответ будет положительный. Поэтому пока что держим длинные позиции. Австралий, с платив доллара 0,6998. Завтра решение по процентной ставке. Я, может быть, один из немногих аналитиков, но считаю, что Резервный банк Австралии реально может снизить процентную ставку. Либо дать точный сигнал того, что на последующем заседании это решение неминуемо. Поэтому короткие позиции, как и рекомендовал в приоритете, что по австралийцу, что по новозеландцу. Тем более, что несколько часов назад вышли слабые данные по Китаю. Индекс производственной активности Кайкин 49,4 ниже 50, то есть находится в зоне тотального спада. На этом, собственно, все. Большое спасибо за внимание. Всего доброго. До свидания.